Первая проблема это вода, мы все прекрасно знаем. Вторая проблема это нехватка тепла зимой, в зимний период. То есть если мы потребляем 500 гкал, а потреб, фактически отпускаем, фактическая потребность 750-760, то есть 250-10. Третья проблема, вот такие пять вопросов сказать, сходу тоже сложно ответить. Третья, наверное, озеленение города, да, это об этом все говорят, даже президент говорит. Третья, это третья, четвертая проблема цены на продукты питания. Пятая проблема, мы с вами до этого говорили, это, наверное, скажу, на мой взгляд, вандализм. То есть то, что мы делаем, молодежь разрешает. Почему, я понять не могу, ответить тоже не могу. И скорее всего, здесь нехватка дела будет. Вот эти пять проблем. Скоро будет два года, как вы являетесь Акимом городом. Как вы считаете, какая вот проблема, вот в период вашего руководства решилась в пользу города? Из этих пяти или в целом? В целом. Вы знаете, два года для меня пролетели как два дня, вот буквально очень быстро. Я даже вот в такое ощущение, как будто я позавчера пришел на эту должность. Первый вопрос еще до Акимства. Если вы знаете, я жил во многих городах. Я все время думаю, почему наш народ, то есть жители Ахтал, не заслуживают элементарно нормальных автобусов. Если вы помните, раньше ездили пазики. Пазики зимой холодно, летом жарко, да и запах дизеля, это абсолютно дискомфортно. И поставили перед собой цель обновить автобусный парк. Это программа, как сказать, можно сказать, минимум. Для кого-то минимум, для кого-то, для самих потребителей, то есть пассажиров, это достаточно такая серьезная проблема. И вот буквально 30 июня мы запускаем последний второй маршрут, обновляем весь парк. Тем самым можем констатировать, что мы обновили парк автобуса, город Ахтал на 100%. Но этого, конечно, недостаточно. Нам нужно обновлять, то есть не то, что обновлять не сами автобусы, а добавлять новые маршруты. Город растет, а в основном автобусы ходят по традиционным еще, по советским маршрутам, по шевченковским маршрутам, можно сказать. Поэтому нам нужно географию автобуса, то есть маршрут в автобусе увеличивать. Вот это мы тоже придем. Проблема, значит, с водой. Начали строительство самого завода. Пока мы не модернизируем маяк, а у нас единственный источник, к сожалению, сегодня маяк, и не построим новый завод, эта проблема будет так и оставаться проблемой, не решится. Дома строятся, люди сюда переезжают. Город, ну, к счастью, можно сказать, растет, рождаемость растет, это очень хорошо. Вот, ну, единственная наша вина в том, что мы не успеваем за этим обеспечить соответствующую инфраструктуру, водой, теплом и так далее. Строительство завода. Я в прошлом году анонсировал, что начали строительство. Сейчас в пути идет вторая часть оборудования. Оборудование поступает нам с Ирана, собирается в Иране. И как только придет, мы поставим второе оборудование, и, надеюсь, получим, начнем получать, если нет нам уже питьевую воду. Другой вопрос. От самого завода до центрального водопровода нужно нам тянуть несколько километров, 9 километров трубы. Вот в этом вопрос. Сейчас нужно будет предусмотреть бюджете средства и строить быстро этот водопровод. Как только прибудет, поставим, посмотрим. Я предлагаю где-то через месяца-полтора проехаться на этот завод вообще как, чтобы оборудование приходит готовый уже завод. Должно было прийти месяца-два тому назад. К сожалению, когда грузили вторую часть оборудования, оторвался трос самого на пароме, и все, завод, можно сказать, разрушился, вторая часть. Его переделывали заново, эти некоторые запчасти покупали, заказывали из Европы, из Америки. И вот это вот заняло у нас время, хотя могли бы запустить вот сейчас. Надеюсь, в следующем летом проблемы с водой не будет. Теперь по теплу. По теплу, пока мы не построим новую котельную, тоже вопрос не решится. А уже инвестор есть, нашли на строительство двух котельных по 40. Сейчас идет процедура передачи, оформления земельного участка. Это 18 микрорайон. И еще одна большая котельная будет в 35 микрорайоне. Вот это предстоящие, еще пять модульных котельных, там тоже уже конкурсные процедуры завершены, сейчас будут ставить. Но это локальный решит вопрос внутри микрорайона. В целом по городу нужно строить нам большие городские котельные. Чего добился? Я вот говорил, самое для меня вообще, я не знаю, может будет выглядеть это смешно. Я сильно радовался, когда мы запустили заново маяк в 4 микрорайоне. Для кого-то, может, это мелочь, для меня, ну, я сильно радовался. Ну, если перечислять, сам себя хвалить не хочу. Пусть народ сам дает оценку, я как бы... А вы самокритичный человек? Самокритичный, очень, очень. Очень самокритичный. Ну, а как вы думаете, вот, достаточно быстро у нас меняются акимы, да, и иногда сами градоначальники, чиновники не знают, что вот их сейчас там, например, переведут на другую должность. Вот, если, например, завтра вам скажут, вот, освобождая кресло акима, и там пойдешь, там, на повышение, например, да. Как вы думаете, какая проблема в октав, в период вашего проблеме, к сожалению, не решилась? Ну, я еще раз говорю, проблемам с водой уже не решился, тепло не решился. Озеленение вы сами видели. Я предлагаю через месяц-полтора еще раз поехаться. Сейчас по-новому запустили, в целом, поменяли подход к этой системе. Не ежегодно, а пятилетний контракт, да, с обязательствами. По озеленению тоже. Ну, я надеюсь, в конце, ну, где-то в середине августа, я предлагаю еще раз поехаться, посмотреть результаты. Потому что контракт товарищи получили, который выиграли, эта компания получила вот недавно, работа только вот, только началась. И проблем-то, город-это большой организм. Здесь проблем ежедневных очень много. И проблемы, они у каждого периода, то есть у каждого периода есть свои проблемы. Допустим, зимой отдельные проблемы, летом свои проблемы, осенью, весной и так далее, и так далее. Город застраивается, город застраивается. Единственное, еще раз повторюсь, мы не успеваем обеспечить инженерными сетями теплом, водой. И газом где-то. Вы считаете, что до конца лета вопрос полива будет решен, да? То есть везде будут проложены трубопроводы? Нет, трубопроводы везде не будут проложены. Это огромная работа. Здесь 120 километров трубопровода. Это не совсем легкая работа. Из 120, если в этом году 50 сделаем, это была бы очень большой победой. Потому что люди говорят, почему не поливают с этих труб, которые лежат, зеленые, которые... Они все заржавевшие, и они не подлежат к эксплуатации. Их лучше надо сносить и ставить пасековые трубы. Ну, представляете, они сколько лет? Лет 40-50 лежат, да, эти трубы? Это же металлические трубы, все равно гниют, ржавеют. Ну, учитывая возможности Green City Acta, как вы думаете, когда все-таки, может, озвучите сроки примерные хотя бы, к каким городам? Когда что? Когда полив будет окончательно организован в городе? Я вам так скажу, еще раз говорю. Сейчас работа только начата. Надеюсь, где-то вот через месяц-полтора вы, горожане, увидите результат. Первый результат. С каждым годом у них... Вот эта работа, полива и озеленение, она будет висеть теперь круглогодично, потому что они контракт на руках имеют на 5 лет, все. Зимой, летом они не будут ждать, когда будет конкурс, когда будет заключен договор и так далее, и так далее. То есть, понятное дело, что сейчас осень начнет готовиться к следующему сезону и так далее. А, к сожалению, вот эти последние годы эта работа не велась. Если даже велась, то чисто символическая велась. И многие связывают нехватку воды с новостройками. На самом деле, количество людей в городе растет не так уж сильно. Да, новостройки дуют, потому что люди покупают своим детям квартиры. У казахов, как принято, если сын женился, значит он... Да и не только у казахов, у многих. Количество достается. Проблема в другом. Мы сделали анализ, начиная с 2005 года, анализ потребления воды. Вот 2005 год. Вы давно живете в Ахтаву? Я здесь родилась. Родились, да? Вы помните, только на кухне была, из крана кухни текла питьевая вода, а ванны, туалеты, везде была техническая вода. А сейчас как? Сейчас можно установить питьевую воду. Везде питьевая вода, да? Вот, в 2005 году потребление, если из 100% взять в пропорцию, 20% где-то потреблялась питьевая вода, остальные 80%, то есть ванны, где больше потребляется воды, техническая вода была. И с каждым годом все менялось и менялось, то есть пропорции. И сейчас ровно, в ровности до наоборот. Сейчас 80% потребляют питьевую воду, 20% только техническую воду. Понимаете, да? Как это все поменялось, наоборот. Это стало причиной, да? Это стало причиной. Во-первых. Во-вторых, вообще у нас потребность ежедневной в летнее время в городе авто питьевой воды 67 тысяч кубов. А маек осиливает только 52 тысячи, то есть 15 тысяч дефицит. И то, если теплеет вода, если море становится теплым, то способности выпускать воду маек тоже падают. Потому что не успевают охлаждать агрегаты внутри маека. От этого тоже зависит. Где-то, если летом люди радуются, что вода теплая, у меня, наоборот, настроение падает. Потому что я понимаю, что маек сейчас будет выпускать меньшее количество воды. И вот в этом вся проблема, на мой взгляд. То есть это не связано с тем, что город застраивают, а инфраструктуру нет? Это тоже есть. Но это локально. Допустим, некоторые дома построили, ставили все насосы. То есть два дома стоят. Один с насосом, другой без насосом. Естественно, большее количество воды забирает вот этот дом, который с насосом. Здесь тоже. Но это не основная причина, еще раз повторюсь. Нужно модернизировать маяк. Маяк, то есть нужно строить обрестительный завод. Вот и все. Другого выхода здесь нет. Других источников подземных у нас нет. Источников других нет. Только морская вода.